Изменения, которые вносятся, и мы голосуем сегодня за те изменения в Конституции, являются виховыми в целом для страны. Мне, как непосредственно человеку связана система здравоохранения, интересна статья 45, в которой вносятся две позиции, два дополнения изменения. То, что касается финансирования отрасли здравоохранения, и второе, конечно же, это ответственность каждого гражданина за сохранение собственного здоровья. Обсуждая в коллективе изменения, которые вносятся к Конституции, именно 45-я статья нашла достаточно хороший отклик среди всех медицинских работников, потому что все мы понимаем, что сохранение здоровья – это не только вклад системы здравоохранения, но это и вклад каждого гражданина в сохранение собственного здоровья. По статистике, которая есть во всем мире, система здравоохранения от 15 до 20, а то и меньше процентов, влияет на сохранение собственного здоровья. Поэтому это очень важно. Конечно же, достаточно много важных моментов, связанных с социальной защитой наших инвалидов, которые вносятся в изменениях, дополнениях, которые вносятся в Конституцию. Важные позиции, связанные с молодежной политикой, это тоже нам, как профсоюзам, очень важно. Сохранение исторической памяти также является важным моментом, который вносится в Конституцию. В общем-то, все эти изменения, они являются позитивными и нацелены на стабильность нашего государства, на сохранение самобытности, ну и движение вперед, самое главное. И мы надеемся, и молодежь должна понимать, что именно изменение в Конституцию является уехалом с точки зрения движения вперед.